Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, я представляю городской клинический онкологический диспансер. Разрешите вам представить опыт применения препарата Веморофенип в виде клинического случая. Пациентка, молодая женщина, 78-го года рождения, светловолосая, светлоглазая. На фоне хронической травмы у нее произошло увеличение пигментного невуса левой подколенной области. И в мае 2001 года была проведена операция иссечения меланомы кожи левой подколенной области по поводу иссечения меланомы Т1Н0Н0 с толщиной опухоли 2 мм, уровень инвазии по Кларко 2. В мае 2010 года у пациентки рецидив заболевания метастаз в послеоперационном рубце. Также выполнено иссечение метастаза в послеоперационном рубце. В ноябре 2011 года, через 9 лет после операции, у больной выявлено прогрессирование заболевания в легких множественной очаге от 1 до 8 мм и в печени множественной очаге до конгломератов 11 см. Пациентка поступила в отделение химиотерапии в состоянии средней тяжести, но несмотря на тяжелое практически состояние, мы начали химиотерапию в режиме дортмундской программы. Докарбозин 220 мг на метр квадратный с первого по третий дни, цисплатин 20 мг на метр квадратный с первого по третий дни, кармустин 100 мг на метр квадратный внутривенно-капельного второй день один раз в 6 недель и тамоксифен 20 мг внутрь ежедневно на весь период лечения. На фоне двух циклов полихимиотерапии по этой программе отмечался частичный регресс очагов, полный регресс метастазов в легких и частичный регресс метастазов в печени, регресс на 38%. Эффект продолжался в течение пяти месяцев. Всего проведено пять циклов полихимиотерапии. Один цикл полихимиотерапии был отменен в связи с осложнениями лечения тромбоцитопении. В апреле 2012 года пациентка была обследована и был выявлен новый очаг в третьем грудном позвонке остеобластический. И мы расценили это как прогрессирование заболевания. В мае 2012 года проведено обследование на наличие бравмутации, подтвержден положительный статус мутации в гене В600Е. Пациентка была включена в клиническое исследование МО-255-15 и начала прием препарата Веморофенип. На момент приема препарата у пациентки в печени объемное образование 40 на 38 мм и 18 на 17 мм. И очаг в ТН-3 12 на 8 мм. Это компьютерные томограммы мая 2012 года. Пациентка получала препарат в стандартной дозе 960 мг 2 раза в сутки. В июле 2012 года после двух циклов терапии Веморофенипом отмечена стабилизация опухолевого процесса регресса в печени на 20% и стабилизация очага в ТН-3. В сентябре 2012 года также уменьшение очагов в пределах стабилизации. Пациентка продолжает терапию до настоящего времени. Промежуточные компьютерные томограммы показали в апреле 2013 года после 12 циклов терапии Веморофенипом стабилизацию очагов печени и стабилизацию в ТН-3. На настоящий момент проведено уже 29 циклов терапии Веморофенипом. В апреле 2014 года отмечен частичный ответ очагов в печени, регресс на 64% и стабилизация очага в ТН-3. Состояние больной удовлетворительно. И кок-статус 1. Пациентка продолжает прием препарата. Это представлены томограммы в мае 2012 года, исходный уровень метастазов в печени, в апреле 2013 отчетливого уменьшения и в феврале 2014 года. Какие осложнения были отмечены у пациентки? В первые месяцы в 2012 году отмечался отек и сыпь на лице верхних конечностей второй степени. Пациентке не потребовалось отмены препарата. Мы использовали масло Акоид и светозащитные кремы. Редукции дозы не было и перерывы лечения составляли не больше 2-3 дней в связи с появлением сыпи. Но это происходило в летний период времени. В целом все лечение прошло нормально и не потребовалось никаких дополнительных препаратов. Нежелательные явления, которые появились через год после начала приема препарата, мы отметили гематологическую токсичность, нитропинию первой степени и аномию первой степени, которая не потребовала редукции дозы и назначения каких-то специальных препаратов. Таким образом, пациентка с успехом продолжает терапию веморофенибом. Отмечен отчетливый эффект проводимой терапии. За это время пациентка почти вырастила двух маленьких детей. Чувствует себя хорошо. И вот в заключении хочу вам продемонстрировать фотографию. Спасибо за внимание.